добрый день друзья здравствуйте давайте мы продолжим говорить про мультик еще раз я напомню первая часть у нас была сейчас вторая часть которую мы поговорим о ней я опять же не могу полностью крутить со звуком значит будем как сказать кадрами прокручивать но интерпретация этого мультика много можно конечно по разному все интерпретировать я версию одну кто-то хочет другую еще раз она возможно будет многих разных смысл один тем не менее и так речь идет о том что человек и его эволюция и события которые происходят вокруг этого человека где он принимает определенное участие фильм был создан в 2009 году в одной киностудии и очень и очень быстро мультик который идет семь минут всего чем-то ну и вот мы остановились примерно на одной минуте 45 1 минут 45 секунд примерно прошло и давайте мы продолжим я сейчас буду показывать экран и камера мне не нужно экранчик ну вот мы видим вот на этом мы остановились единственное что хотелось бы добавить там на заднем плане когда мы вернемся назад там карта и вот эта карта которая что-то как-то действительно карта кому какой-то страны скажем да или какой-то нескольких стран местоположение и сидит девочка вот если посмотреть на эту девочку то она имеет какую-то такую славянскую что ли внешность хотя и ну можно сказать так что в руки в руке держа вот это яблоко она яблоко символизирует давайте мы это помним ну пару минут я конечно могу прокрутиться звуком давайте попробуем яблоко раскололось на две части то есть мир карта была правильно мир раскололся на две части как мы знаем есть две силы и ньянь есть две поляркости есть плюс минус есть небо земля есть мужчина женщина есть ангелы есть демоны и это двойственность она присущ на нашему миру который мы все живем ну как мы будем себя вести и видите два отросточка два отросточка которая потом соединяется в одно целое смотрите растет и возникает цветок лотоса лотос на этом остановились лотос представляет из себя эволюционный путь то есть посмотрите множество лепестков это наши чакры допустим которые состоят из определенного количества лепестков и это цикл творения творение имеется ввиду когда зарождается на земле жизнь когда творец посылает создателя материальной творенной который зовут брахма он вот это вот многоступенчатость многоступенчатость видите внизу потом следующий ярус следующий ярус следующий ярус и здесь уже финал да здесь финал и вот в этом финале мы заканчиваем наш процесс эволюции и мы переходим в тот мир которому мы принадлежим это идея создания но она идет многоступенчато то есть первый ярус тоже состоит из какого-то количества лепестков правильно это то программы которым мы ведем который я допустим доведу на сангейтс это первый ярус это фундамент правильно фундамент наш материальный фундамент это отношения между людьми это наше здоровье это наше материальное благоплощие это первый ярус он тоже состоит из многого какого-то это явно обозначить только три главных элемента ведь как мы знаем да существует гораздо больше и дальше идем 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 вверх и наконец финал вот этот цветок вот он этот открывается и вот глаза глаза которые следят пристально глаза и скатывается слеза почему жалко жалко людей которые видите какой на весь экран лицо лицо на весь экран это не человек который вот здесь вот сидит да и который по виду напоминает кого оба возможно да то есть президент который был после девушек плачет да хотя не знаю но во всяком случае он смотрит а что же происходит он сидит за окном и он смотрит наружу да то есть как бы запотевшие окна но какие-то проблески есть в котором видны что-то видно и вот это лицо на весь экран это лицо которое смотрит сверху на нас и скатывается слеза это плачет высшее существо видя что происходит у нас на земле как земля реагирует как люди себя ведут и снег снег и дальше смотрите флаг американский флаг значит о чем идет речь смотрите американский флаг разорванный флаг на самом деле действительно это было это было дважды в начале вискансине ураган разорвал флаг на две части это очень серьезный знак это очень серьезный знак символизирующий что-то далее во время массовых соревнований олимпийских флаг был разорван на две части тоже вторично при всем честном народе как говорится что о чем идет речь на заднем плане смотрите мы видим церковь правильно какое-то часовни часовня и дальше на заднем плане левее правее точнее вот здесь мы видим какие-то какие-то сугробы снег идет опять та же самая колючая проволока какая-то что-то здесь происходит и одиноко стоящий древко с флагом то есть что-то тут происходит отдельно взятая страна и раскалывается правильно то есть изолированная да сама от себя почему двойственность говорит о том что это наша материальная вселенная она должна состоять обязательно из двух полицов по-другому быть не может и история нам доказала гиперборея дравидийцы гиперборея дравидийцы древние древние цивилизации атланты которые какие-то все из себя могущественные и погибли в одночасье арии которые тоже арийская цивилизация погибла остались потомки почему-то то есть почему а потому что одна пытается победить другую и когда достигается это первого победа я бы сказал это не говорит ни о какой победе это говорит о том что наступает новый цикл потому что победа мнимая победа временная не может один полис жить без другого полиса не бывает такого в материальной вселенной и вот эти победы поражения чередующиеся дают нам понять о том что есть мир о котором мы ничего не знаем но которому мы принадлежим и дальше мы переходим смотрите мы переходим к воде и здесь лодка стоит мы сейчас дальше увидим лодку но вначале вода суша и вода суша вода почему мы переходим в новый цикл мы переходим в новый цикл цикл который будет ознаменоваться переход будет ознаменоваться полным изменением климата и частичным разрушением и вот здесь то что было наверху оно падает в воду вода текущее состояние подвижное состояние под водой снаружи видно все сверху нам видно все на поверхности под водой ничего не видно оказывается под водой есть мир но мы его не видим стоя здесь и вот эти два столба как бы это ознаменование падение тех самых башен которые произошли 2001 год это трагедия но это трагедия которая видна только на плоскости и объяснение этой трагедии видно на плоскости мы сейчас увидим якобы виновника этого всего но это разрушение старого это символ это символизм разрушение двух башен это разрушение старого как всегда и люди которые участвуют это коллизии это коллизии где участвует трагедия страшная но ведь люди в этой трагедии виноваты сами существует закон что происходит к сожалению для очень и очень многих людей здесь не учитывается карма когда мы видим когда погибают люди а просто так не бывает без вины виноватых никогда не бывает и вот мы уходим дальше и видите падение это падение двух башен и человек бросается у него маска печали видите маска печали и он в печали бросается со скалы вниз то есть он печален в том что как ему кажется все то на что он рассчитывал все то чем он жил оно разрушено и он падает кончая жизнь самоубийством он не может жить больше в этом мире мире полным греха и он предпочитает сброситься со скалы новый кадр смотрите что это это лодка это лодка но мир она идет в никуда непонятно что здесь происходит все размыто на заднем плане плане нету ничего размыто то есть лодка плывет в неизвестность мы не знаем что это пока мы не знаем что это люди сегодня не знают куда мы идем и вот мы попали куда то мы попали куда то мы попали это символ двух миров посмотрите посмотрите отражение в воде непонятное отражение в воде что происходит это символ миров который с одного мира лодка плывет другой мир мы переходим в другой мир и пока мы не знаем что там происходит нам может дать подсказка то что находится внизу потому что то что находится внизу то находится и наверху герметический принцип но мы не знаем поскольку мы пока не учимся этому у нас есть прошлое которое можно использовать для настоящего для того чтобы это все выяснить но мы этому не учимся и вот что происходит продолжает плыть лодка и появляется кто личность посмотрите что у него здесь нарисовано откуда сам обин ладен олицетворение зла откуда он вдруг у него вот здесь CIA Central Intelligence Agency или ЦРУ откуда он воспитан значит получается его он создан тогда получается кем-то причем тут Луна Луна а это символ того что люди пытаются вырваться с земного какого-то плана натворив всякую тут билиберду они пытаются улететь куда-то не было никто на Луне и сегодня открывается окно где находится Луна для того чтобы разобраться где правда где ложь где обман знак очень много о чем говорит дальше капля кровь падает это потери это боль людей это ушедшие люди ушедшие жизни и плачет земля плачет видя о том что происходит на этой земле и дальше мы видим одну льдинку всего лишь мы видим статую свободы и внизу шестиконечная звезда что такое шестиконечная звезда и что такое статуя свободы это иллюзорная свобода она иллюзорная свобода потому что на самом деле свободы нету нигде бы мы ни были это сегодня это время такое что здесь символ и фильм мультик этот он создан ведь где это же в Америке он создан правильно и это предсказание и вот это вот вот это интерпретация можно сказать о том что символ свободы стоящий на чем на шестиконечной звезде и с одной стороны это мудрость правильно шестиконечная звезда Давида с другой стороны это символ финансовой свободы что такое финансовая свобода это погоня это борьба за властью борьба за деньгами но это цель у человека должна быть финансовая свобода которая не является его целью что самое интересное а мы привыкли везде добиваться каких-то успехов добиваться какой-то цели и вот что происходит видите свеча 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 вот этот нимб да вот этот который над головой он подсвечен снизу не сверху снизу снизу нету света свет только может быть сверху ребенок который рождается человек новый человек он рождается ему не дают родиться он весь охваченный какими-то какими-то кольцами которые не дают возможности ему попасть открыться и войти в тот мир которому он принадлежит он обречен жить в этой матрице яйцо и глаз который смотрит на него заметь рептилоиды рептилоидный глаз ящер который наблюдает что происходит ящеры рептилоиды и все остальные подобные это наши искусители это наши демонические сущности которые приняли вид сегодня наш людской образ для того чтобы закрыть нам движение к тому миру к которому мы принадлежим и наша задача заключается лишь в том чтобы понять кто мы есть и куда мы должны идти какому миру мы принадлежим дорогие друзья по времени давайте мы остановимся на этом по времени я благодарю всех и это была вторая часть это вторая часть мультика о котором мы интерпретируем ну и потом конечно мы поговорим об этом более конкретно более предметно благодарю всех за внимание